ребятушки привет любомир борода что хочу сегодня вам показать ко мне обратились ребята из полтавы которые делают фурнитуру для браслетов из паракорда для темляков всяческие бусины и прочее и отправили мне на тест так сказать чтобы знать мое мнение ряд своих работ я их не видел я сказал ребята определите сами то что вы мне пошлете ну а я говорю открою это на камеру как бы и мы вместе со зрителями посмотрим ваш продукт далее я им пообещал на выбрать самую офигенную штуку которую я найду вот в этом пакете вот и сделаю из нее какое-то изделие которое разыграю в этом ролике остальное оставлю себе в подарок если мне это конечно понравится и что-нибудь себе с плиту интересненькая вот собственно такой пакетик на первый взгляд похож на героин не находите откроем посмотрим упаковано добротно не знаю в чем прикол распаковывания посылок на камеру но раз вам всем это нравится давайте я помотаю вот эти вот полиэтиленчики ох какая штука интересная собственно смотрите что делают эти ребята они делают фурнитуру и так понимаю это латунь сразу со со своим шаклом в первую очередь круто когда такие пряжки делают ну как бы собственные шаклы потому что это уже свой фирменный стиль а во-вторых вот я например не делаю желтые пряжки именно потому что пользуюсь шаклами стальными но считаю их долговечными а так как у них цвет все-таки белый цвет стали соответственно но я думаю что желтая пряжка как бы со стальным шаклом будет сотриться уродливо ну а тут это сделано прикольно ну и стиль у чуваков интересный так смотрим дальше итак друзья я распечатал эти бусины при вас я их просмотрел я про них немножко почитал парни мне прислали четыре бусины выполнены они из латуни бусины темлячные также можно их поставить в браслеты бусины достаточно увесистые что очень радует я очень люблю когда бусина имеет вес собственно здесь вот череп биомеханика до волчара вот такой кстати в волка очень легко будет поставить браслет у него тут очень удобное крепление также вот у них такой орк варк хаммер я просто закинул его уже не не вытерпел и уже закинул на кусочек паракорда чтобы можно было например повесить на ключи вот бусины я вам показал бусины классный тяжелый вот реально на нож самое то вешать пряжки пряжки для застежек парни делают таким образом латунным тогда называется псих вот тут вот соответственно со собственный у них шакл и такие вот крепления пряжки интересные но вот чисто мое мнение они немножко легковаты то есть были бы они потяжелее было бы круто и для меня я попробовал плести вот этот шакл тоже маловат я когда закрепляю сюда паракорд мне здесь не хватает места ну можно конечно выкрутиться из этой ситуации закрепить его в две стропы так будет проще наверное парни так и делают но так как привык я до набрасывать на остальные крупные шаг вы мне здесь сразу создало некое неудобство и опять же на месте парней я не стал бы выбирать здесь в шакле не делал бы здесь пустоту все-таки сделал бы его более увесистым вот еще одна бусина называется хэллоуин сделано точно такого же плана пряжка то есть также парни прислали еще две пряжки но я уже из них сплю пару браслетов мне было просто интересно как это будет выглядеть вот здесь у меня такой классный стас мне подарил из гвардиан паракорда крутого цвета милспековский паракорд я думаю дай-ка сразу сплету на пряжке парней чтобы был офигенный браслетик и мы его разыграем вот и что вот вот вы видите как он получился да пряжках гармонично вписывается в браслет но вот но чисто мое мнение опять же я привык к тяжелым пряжкам и здесь мне кажется что пряжка она легковата по отношению к самому вот этому браслету то есть браслет более брутальный нежели пряжка которая на нем висит возможно на нем стоит то есть возможно если бы мы поставили сюда психа даже невозможно да поставив психа на такое плетение браслет уже будет смотреться более брутально и гармонично тут я наверное лишь канул и надо было все таки вот эту пряжечку ставить на более тонкое плетение и соответственно также мне попало в руки прислали мне эти парни пряжку хищник который я после опыта с этим браслетом я решил сделать миг на микро корде тоненький браслет и поставить пряжку дабы выделить ее брутальность я считаю что это тоже круто не всегда хочется носить плотный браслет из паракорда иногда хочется чего-то тоненького и чтобы пряжка была увесистой она тоже выбрана она легкая и посадив ее на этот браслет мы ее не будем чувствовать а я привык чувствовать все таки присутствие металла на руке сейчас его одену покажу вам как он смотрится на руке вот так вот он сидит руке мне например вот очень нравится офигенный получился браслетик и и давайте подведем итог пряжки и бусины хорошие ссылку на парней я даю в описании к этому ролику заказывайте у них плетите экспериментируйте бусины пряжки в свободном доступе то что прислали мне парни что я с этим буду делать вот эти два браслета которые я вам показал давайте мы с вами разыграем правила простые правила наши уже традиционные вы расшариваете данный ролик в социальной сети какой вам удобно будь то facebook контакт или одноклассники и пишите комментарий к этому ролику то что вы участвуете в конкурсе и даете ссылку на свой профиль чтобы если вы победите я мог проверить репостнули вы это видео или нет подписывайтесь на ресурсы парней я оставляю под роликом и собственно через пару недель я объявлю победителя не давайте объявлю двух победителей которые получит один из победителей получит этот браслет а второй из победителей получит этот браслет вот разыгрываем два браслета и что я сделаю с остальными пряжками вот с этими вот я не буду использовать это в коммерческих целях потому что парни все-таки сделали мне как презент да они прислали мне подарили соответственно вот это я повешу себе на ключи а из остальных там бусин и пряжек я сплету браслеты либо темляки и подарю своим друзьям будем мы сотрудничать с парнями по вообще там ну уже в коммерческом плане или нет я пока не знаю но от выложив вот этот браслет в свой инстаграм я понял то что хищник пользуется популярностью мне уже стали задавать вопросы там а сколько он стоит а как и чего пока сколько стоит как чего я не смогу сказать если вдруг мы с этими парнями начнем грубо говоря делать коллаборации то вся информация появится на моих ресурсах в первую очередь в инстаграм аккаунте это был либо мир борода подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить и собственно плетите мастерите и живите